Привет, красавицы мои! Сегодня, как многие просили, буду рассказывать про мои обновки в виде парфюмов. Так как я очень люблю разные запахи, и не обязательно прям дорогие парфюмы, иногда мне нравятся очень какие-то дешевые штуки, или просто какие-то парфюмерные отдушки и запахи еды какой-нибудь. Очень жаль, что я не смогу с вами поделиться этим запахом, дать вам понюхать сами вот эти вот красивые бутылочки. Но, может быть, вам будет интересно, потому что разговор про ароматы вызывает какие-то интересные ассоциации часто, и даже умные мысли, как показывает тоже предыдущий опыт и мой других блогеров. Итак, три моих самых любимых аромата, которые я, по крайней мере, буду покупать еще, которые мне настолько нравятся, что я уже покупаю не первую бутылку. Это, во-первых, Versace Bright Crystal, и безумно мне нравится этот аромат. Он очень такой ненавязчивый, очень вкусный, почти всем идет, и вот я люблю такие запахи. Он слегка напоминает даже Baby Doll от Yves Saint Laurent. Похож на многие, но он очень интересный и очень вкусный, и очень такой девочковый, женственный, очень романтический. Поэтому я думаю, что многим пойдет. И если продолжать этот разговор, то я думаю, что очень многим пойдет и тоже похожий, но более стильный и более такой запоминающийся, это Gucci Flora. И у меня вечная проблема с тем, что я не могу понять, какая у меня версия. Потому что их три вида. Это Ode Toilette, то есть туалетная вода. Все запахи этой линейки пахнут по-разному. Соответственно, парфюмерная и туалетная будут пахнуть тоже по-разному. И там какие-то другие версии могут быть. К сожалению, не знаю, где у меня крышечка. Но, что хочу сказать по поводу этого парфюма. Он действительно нравится почти всем. И если вы прям твердо вознамерились сделать подарок какому-то человеку в виде парфюма, и вы не знаете, понравится ему или нет, то вот этот может еще прокатить. Я вообще против того, чтобы дарить парфюм, потому что это очень субъективное дело. Но вот именно Flora от Gucci, туалетная вода, она очень универсальна и почти всем кажется вкусной и приятной. Хотела немножко обсудить по поводу покупки. Я вот эту версию Versace Bright Crystal покупала в магазине Подружка. Она оказалась совершенно не такой стойкой, как версия, которую я покупала до этого в другом месте или в Duty Free. Поэтому очень советую покупать только на проверенных сайтах, где реально есть оригиналы. И в идеале самый лучший вариант это покупать в Duty Free. Там, скорее всего, вы попадете на оригинал. Причем совершенно не секрет то, что в наших основных сетях, которые придут в парфюмерию и косметику, около 30-40, где-то и 60% не оригинальных парфюмов, а какой-нибудь копии производства Турции или Арабских Эмиратов, или еще чего-нибудь, и они как раз-таки будут менее стойкими. Поэтому бойтесь подделок, пожалуйста, друзья. И внимательно подходите к выбору места покупки парфюма. Вот так вот, наверное, выражусь. Не стоит покупать импульсивно, просто потому что скидка есть в магазине. Чаще всего у вас есть приличный шанс в таком случае наткнуться на подделку. И третий аромат, который я точно буду покупать, почему-то мне очень нравится Amor Amor, обычная версия. У меня к ним давняя любовь, и вообще многие девушки его любят, но вот он нравится не всем. Для многих он скучный, для многих он неинтересный. Для меня он очень мой и очень родной, и очень теплый. Я думаю, что многие знают, как он пахнет. Это что-то такое, скорее, слегка восточное, немножко загадочное, цветочное и для меня дорогое. Но вот у меня такая ассоциация, он очень такой обволакивающий. И он не совсем дневной, прям не утренний, я бы сказала. Скорее, это советы его логично носить. Очень многие марки пытаются сделать похожее, но все равно из аналогов, которые получились в итоге на рынке, он для меня лучший. Есть похожая версия у Ariflame, но она менее стойкая, по-моему, Fire назывался этот запах. Если говорить про то, что мне очень нравится, но я не уверена, что куплю еще. Это популярный аромат Chocolate Gritty. Это манталь, селективная или нишевая парфюмерия. И он очень удивительный. Он похож на отдушку. Какао или шоколад, то есть, ну как бы, естественно, про шоколад была вся тема названия и все идеи композиции. Вот именно из нишевой парфюмерии это один из самых, наверное, популярных запахов в Chocolate Gritty. И меня очень удивляет, что так много людей его любят и говорят, что он вылитый просто как шоколадная плитка. Он не как шоколадная плитка, он как пироженка с запахом какао и чего-нибудь такого, знаете, перца и апельсина, типа того. То есть, это пахнет шоколадным тортиком, но не совсем таким прям правильным шоколадом. Это скорее какая-то смесь. Помимо какао, он даже какой-то ванилью пахнет и чем-то очень пекарским, таким кондитерским. Но я бы не сказала, что от него очень хочется есть. Это большой плюс, что он не провоцирует чувство голода. Очень-очень рекомендую всем послушать этот аромат, потому что, может быть, он вам понравится, может быть, на мне просто он кажется слишком таким отдушечным. Но я его все равно очень люблю, и на него мне делают комплименты. Я не знаю, как читается название вот этого дела. Лучше смотрите конкретно, как это пишется. Потому что я боюсь ошибиться. Огромная бутылка. И вот это именно тот запах, который я ношу с собой регулярно, и который у меня в пирит вот в органайзер для парфюма, такой Требела. И что могу сказать? Это самый романтический, самый нежный аромат, который я когда-либо чувствовала, наверное. Ну вот для меня он очень романтический. Если у вас проблемы со стрессом и тем, что вы ведете себя стервозно, и никак вы не можете выйти из порочного круга раздражения, и никак вы не можете почувствовать себя женственно, то, наверное, вот этот аромат вам поможет. Вот мне кажется, что в нем невозможно вести себя грубо. Он очень деликатный, очень-очень-очень цветочный. Он не приторный, и он довольно дневной. То есть он совсем не тяжелый. Для меня он пахнет разными цветочками, чем-то таким мягким. Типа ноткой домашнего уюта и всякими разными лилиями, там, нарциссами и другими милыми вещами. Он очень садовый такой, для меня он очень летний. Наверное, получается так, что почти по мере любимости идут мои ароматы. Сейчас только, наверное, самый любимый все-таки Гуччи Флора. Следующий тоже очень-очень любимый – это Келловен Кляйн Бьюти. Слегка предсказуемый, но он действительно очень красивый. Я думаю, что таким ароматом могла бы пользоваться очень красивая девушка, женщина. Такая вот типа Моника Бевуччи. Спокойно красивая, не истерическая, не подростковая красивая, не Алена Шишкова. Очень такая кукольно-идеально красивая, а реально красивая. Такая реальная женщина, она прекрасная женщина, как и Моника Бьюти. Но вот, наверное, вот это моя ассоциация для реальных красивых женщин, таких живых все-таки, земных. Точно не будет еще одной, хотя я очень люблю почему-то Кензо или Кензо ароматы, скорее Кензо, наверное. И это аромат Амор. Классный. С одной стороны, с другой стороны, он не такой мой. Он вкусный, но он не родной для меня. Он очень похож, мне кажется, на очень модные 15 лет назад ароматы. То есть прям самые крутые ароматы, которые были 15 лет назад. А вот это вот такая ассоциация. То есть для меня он немножко несовременный. Он тоже не очень юный, ну, примерно для 25-40 летней девушки, женщины. Но как-то вот немой он оказался. Опять, проблема у меня с чтением французских любых названий, поэтому смиритесь со мной, пожалуйста. Давайте лучше вам покажу, как это выглядит вблизи, чтобы вы сами прочитали. Селективный тоже аромат. Довольно взрослый. Это туалетная вода именно. Вот он классический, но для меня он похож на некоторые другие ароматы. То есть я люблю нишевую парфюмерию, которая реально очень оригинальная. Какие-то такие странные вещи. Надо будет еще попробовать мне обязательно из Beauty Drugs. Всякие запахи типа книжной пыли, утро, свежести, там, не знаю, дождя. Мне очень нравятся такие ароматы, но я никогда не носила такие странные вещи. Надо попробовать. Вещь такая для меня не шибко оригинальная. Он интересный, бесспорно. Он многогранный, тоже бесспорно. Но я им очень мало пользовалась, потому что для меня это запах, который попадается мне, когда я еду в транспорте, в толпе людей. Мне кажется, что похожие ароматы носят многие женщины. И многие женщины им на лет 40-50. Поэтому, наверное, он меня не привлекает. Fairy City Lights, какой-то такой, типа, Christmas-версия с дизайном, на котором нарисовано яблочко. Туалетная вода. Это из линейки Ariflame. И на удивление она, мне кажется, очень вкусной, очень интересной. Но вот жалко, что не такая уж стойкая. Ну, то есть, там, часов 8-10 держится. Весь день не держится. Но он на что-то похож. Он очень классный. Ближайшее, что я могу вспомнить. Это Amor Amor. Немножко напоминает его. Но есть что-то еще более похожее. Тем не менее, я думаю, что девушкам до 16 лет нет смысла тратиться на супердорогие парфюмы. Или, по крайней мере, больше одного супердорогого парфюма. А вот этот вот хороший запах. Он действительно классный. Мне он, правда, очень нравится. Он и вкусный, он и не супер банальный, и такой средний между днем и вечером. Но он все-таки и молодой тоже. Он не совсем прям подростковый, но молодой тоже. Поэтому юным девчонкам советую, если есть где-то в каталоге пробнички или даже попросить у консультанта, послушать этот аромат. Он, правда, меня очень удивил и порадовал. Дальше. Почему-то нелюбимый сейчас мой аромат это Scarlett. Опять же, это Cocherelle. Та же самая марка, которая делает мой любимый Amor Amor. Но почему-то, чем ближе он к концу уже подходит, тем меньше он мне нравится. Как-то разлюбила я его, и как-то связь, наверное, с ним теряю. Опять ощущение такое, что он слегка более взрослый, чем я. Ну, лет, скажем так, от 30. Мне безумно нравится упаковка. Упаковка очень крутая. Наверное, это то, почему я им все еще пользуюсь, и почему я его оставила и кому-то не передарила. Послушать в магазине, я думаю, всем можно. Вполне интересно. Но я не вижу ничего вообще уникального, кроме упаковки. И там хорошего названия тоже у этого парфюма. Ну, таких много, на мой взгляд. Нюхаешь, не очень мне нравится. Хотя очень странно. Потому что, скорее, от случая к случаю, это Power Woman. Опять же, мне дарили его. Это Ariflame. И он вроде бы вкусный такой. Вот его нюхаешь, и он такой, ну, более вечерняя версия похожего чего-то на Amor Amor или Kelvin Klein Beauty. То есть, такой сладкий, обволакивающий аромат. Слегка вечерний. Ну, такой средний между днем и вечером. Но не тяжелый совершенно. Но когда я наношу его на себя, он становится тяжелым и вечерним резко. И даже, не знаю, в нем есть вот такое вкусное и тяжелое, интригующее, похожее для меня на диоровские классические ароматы. Но вот что-то для меня в нем неправильно. И я спрашиваю у людей мнения по поводу этого парфюма. Я пока не ношу от того человека, который обожает его и которому можно отдать этот парфюм. Потому что, ну, я его иногда люблю и ношу. А иногда он вообще мне непонятен и тяготит меня. В общем-то, на этом все. Остались только какие-то ароматы, про которые я уже рассказывала в прошлом видео. Поэтому, наверное, не буду тратить ваше время и по-новой рассказывать. Может быть, даже, но там мнения сильные не изменились. После прошлого моего подобного видео мне было очень интересно послушать ваши рекомендации на тему того, что вы советуете. Особенно из нишевой парфюмерии. Спасибо вам большое за то, что... Если вы еще тогда оставляли комментарии внизу под видео, что вы это делали и посоветовали мне что-то интересное. Как видите, кое-что даже я приобрела из этого. Ну, в общем-то, планы у меня, наверное, такие. Что-то допользовать постепенно. Потому что очень много у меня таких парфюмов, где реально вот на 10 использований осталось. И в ближайшее время выкину я несколько банок сразу. Наверное, банки 4 у меня в ближайшие 2 недели будут выброшены. Ну, и дальше буду смотреть уже конкретно на запахи селективные. И вот, наверное, в Beauty Drugs себе что-нибудь возьму такое прям вообще крутое, чтобы вам показать. И, может быть, вам тоже понравится. И, кстати, безумно мне нравится аромат Serge Norman от одноименной марки. Вот даже сходила специально за пузырьком показать, как это выглядит. То есть такая очень лаконичная черная упаковка. Золотые надписи и там пара бордовых полосочек. В общем-то, это серия уходов для волос. Но там такие восхитительные оттушки. Так это все круто пахнет. Что мне безумно хотелось, чтобы был этот парфюм. И я очень удивилась, когда я увидела, что парфюм реально есть. Его выпустили. Я его пробовала на тестере в Beauty Drugs. И мне показалось, что он безумно крутой. Мне так он понравился. Но он продержался не весь день на мне. Не то я очень сильно активно мыла запястья, на которые я его нанесла. Если у вас есть этот парфюм, вы его пробовали. Ну, хотя бы у подружки пробовали. Не знаю, развейте мои сомнения или подтвердите вообще. Но действительно, из всех запахов, которые я когда-либо слушала, для меня самые красивые, вкусные и мои, это как раз-таки Flora Gucci, о которой я уже много раз сегодня сказала. И вот запах вот этой оттушки из Serge Norman, вот этого парфюма, который у них в линейке для волос. Даже конкретно запах оттушки этой срезы для волос просто вызывает кучу вопросов и кучу комплиментов. Вы окружающие скажут, чем я надушена, а я когда пользуюсь этой серией, не душусь больше ничем. На всякий случай. Надеюсь, что я не очень вас сильно заболтала своими разговорами на тему любимых мной парфюмов, но надеюсь, что настроила ими вас на какой-то позитивный романтический лад. Я желаю вам всего самого хорошего, теплой зимы или весны, в зависимости от того, когда вы меня смотрите, или любого другого времени года. Ну и в общем-то, чтобы у вас все было хорошо, и вот парфюмы вас радовали и улучшали настроение. И правда задумайтесь о идее, которую я сегодня произнесла на тему того, что есть такие запахи супер женственные, романтические, вкусные, сладкие, с которыми невозможно быть там стервозной или злобной. И попробуйте их, или же обратите внимание на такие запахи типа а-ля Power Woman, которые наоборот делают вас властные и стервозные, и может быть кому-то, кем очень сильно пользуются в жизни, и это даже поможет в плане карьеры и душевного спокойствия становиться хотя бы более жесткой и требовательной под действием любимого парфюма. В общем, на этом все. Пока-пока. Целую, обнимаю. До новых встреч. Привет всем любителям и любителям макияжа. Очень рада вас видеть на моем канале. Не обращайте внимания, что я слегка как-то мимикрирую под свою стену. В этом видео буду вам рассказывать про свои самые-самые любимые декоративные косметические вещи в прошедшем году.